Пока внимание всего мира приковано к Украине, Джозеф Байден напомнил нам о второй наиболее болевой точке в мировой политике. Почему США снова предостерегают Китай и готова ли Америка не словом, а делом защищать Тайвань? Давайте проанализируем вместе. Это Короли и Пешки, с вами Камран Гасанов. Здравствуйте. Продолжение следует... Предположительно, конфликт должен был начаться из-за попытки усиливавшегося Китая взять силой остров Тайвань, который поддерживают Соединенные Штаты. Постоянное военное учение Китая с одной стороны и Соединенных Штатов с британскими и японскими союзниками с другой постоянно повышали градус напряжения. Тем не менее, я не очень-то и верил в этот военный исход. Ведь США и Китай — это ядерная держава. Американцы хоть и признают единство Китая, но де-факто поддерживают независимость Тайваня и придают ему вооружение. Поэтому США пришлось бы вписаться за остров, рискуя ядерной войной с КНР. Сам же Китай тоже понимал опасность ситуации. Ведь даже если США не вписались бы в эту войну, то санкции по китайской экономике были бы гарантированы. Учитывая, что большая часть экспорта Китая идет в США в Европу, то Пекин мог бы ожидать финансово-экономический крах. Но в итоге оказалось так, что полыхнуло не в Азии, а в Украине. При этом тема Тайваня все равно не сходит с повестки дня. Вопрос, я бы сказал, стал даже еще более актуальным. Ведь до спецоперации внимание США и Европы не было отвлечено на Россию. Сейчас странам НАТО приходится тратить миллиарды на финансирование Украины и ее вооруженных сил. Надо поставлять вооружение, опустошая свои арсеналы. Кроме того, ЕС и США несут экономические убытки из-за отказа от российских энергоносителей и повышения цен на нефть и газ в мире. Одним словом, Запад занят Украиной и борьбой с Россией. Сейчас у Китая есть, казалось бы, уникальный шанс на скоком взять Тайвань. Возможно, другого случая больше не предоставится. Но, тем не менее, каких-то конкретных действий со стороны КНР мы не видим. Несмотря на это, в Белом доме всерьез относится к угрозе китайского вторжения на Тайвань. Именно поэтому на встрече с японским премьером Джо Байден заявил о готовности военным путем защищать Тайвань. Это обязательство, которое взял на себя Вашингтон, заявил президент США. Под обязательством Байден имеет в виду, скорее всего, договор о взаимной обороне от 1954 года. Как вы знаете, до Второй мировой войны в Китае началась гражданская война, по итогам которой коммунисты взяли под контроль большую часть страны, за исключением острова Тайвань. Проигравшая консервативная партия Гоминдань с их лидером Чан Кайши скрылась на этом острове и в 1950 году нашла поддержку у американцев. Тогдашний президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн объявил, что его страна помешает любому нападению на Тайвань и отдал приказ 7-му флоту США войти в Тайваньский пролив, а 13-му авиаотряду передислоцироваться на Тайвань. В то время у КНР не было сильной армии и ядерного оружия, поэтому Китай потерял контроль над островом. Так и появилась концепция двух Китая. США признали в качестве законной власти именно тайваньское правительство Китая. Представители Китайской Республики даже имели место в Совете Безопасности ООН. Но все изменилось в начале 70-х. Почувствовав раскол между материковым Китаем и Советским Союзом, США руками Киссинджера пошли на сближение с Пекином. В итоге Соединенные Штаты в 1982 году признали существование одного Китая, а Тайвань посчитали частью КНР. Тем не менее, американцы так и не перестали поддерживать контакты с островитянами. Помимо передачи вооружений, американцы периодически наносят визиты на остров. Совсем недавно, в апреле, на Тайвань отправилась группа американских сенаторов с участием ветеранов антикитайской политики Линдси Грэма и Боба Менендеса. В Тайбэй должна была также приехать Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей. Но она заболела. На это Китай ответил отправкой в сторону острова эсминцев, фрегатов, истребителей и даже бомбардировщиков. Со своей стороны Минобороны Китая сделала очень жесткое заявление, сказав, что готова к решительным мерам и битве против вмешательства США. Надо сказать, что такие учения и жесткие заявления Минобороны Китая проводят регулярно. В январе 2021 года оборонное ведомство КНР предупредило Тайвань, что элементы, ратующие за независимость острова, играют с огнем, а любые попытки получить независимость приведут к войне. Китай настроен решительно и в долгосрочной перспективе нацелен взять под свой контроль Тайвань. 7 марта МИД КНР прямо заявил, что остров вернется в объятия Родины, то есть состав Китая. То, что Пекин не смирится с потерей Тайваня, это абсолютно ясно. Другой вопрос, когда Пекин перейдет к конкретным действиям. Конечно, сейчас Байден нагнетает риторику и предупреждает Си Цзиньпина. Потому что после Украины у него нет уверенности в том, что другие великие державы побоятся американской мощи. В то же время это не означает, что КНР пойдет по пути России. 70 лет терпения доказали состоятельность китайской модели. Это терпение позволило Китаю нормализовать отношения с Западом, получить место в саббезе ООН и стать мощной мировой экономикой. Война за Тайвань может стоить Китаю миллиардов долларов и поставить мир на грань ядерной войны. Поэтому, как мне представляется, Китай, заявляя, конечно, о своем праве на остров, не будет спешить с эскалацией, пока Тайвань официально не провозгласит свою независимость. Как говорится, терпение труд, все перетрут. Ну что ж, по этой теме у меня на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С вами был Камран Гасанов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok